В Москве храм святых бессеребреньков Космы Демиана отметил свой престольный праздник. Торжественную литургию в этот день возглавил архиепископ Егорьевский Марк. Владыки сослужили клирики храма во главе с настоятелем, протеереем Сергием Куликовым, священнослужителей соседних церквей и гостей из Тверской епархии. Подробности далее в сюжете. Мученики, чудотворцы и бессеребреники, Косма и Демиан Римский известны православному миру своими чудесными исцелениями. Они не брали за свой труд никакой платы. Врачевание подвижники сочетали с проповедью. Разъясняли больным, что они совершают исцеление благодатной силой Христовой, призывая их к вере. За бескорыстное служение страждущим людям, за чудесное исцеление неизлечимых болезней святая церковь величает их бессеребрениками и чудотворцами. Мы называем их мучениками, потому что они всю свою жизнь отдавали людям безвозмездно служа своими талантами, своими стараниями, отдавая всю жизнь свою своим ближним. И Господь удостоил их мученической кончины. Они погибли от своего учителя, который подлым образом убил этих людей. Они отдали свою жизнь за Христа. Сегодня бессеребреника молятся при разных заболеваниях. И те, кто с верой прибегает к ним, получают помощь и исцеление. А кроме этого, святые братья считаются покровителями святости и нерушимости христианского брака и устроителями супружеской жизни. Именно поэтому в день престольного праздника в московском храме имени Косьмы и Думиана собралось много семейных пар помолиться и попросить помощи. Благодать Господу нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами. По завершении литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма с иконой святых бессеребреников. Традиция шествия со святыней – не просто ритуал, без которого престольный праздник теряет свой смысл и красоту. Крестный ход ярко показывает многочисленность, единение и соборность прихода.